итак вот есть такое вот но этап уже такой начала плести круглая донышко так такой сейчас мне нужно наращивать наращивание произвожу застойкой но немного откусываю где-то на сантиметров пол за стоечкой чтобы у нас место наращивания как раскрыла стоечка наша то есть если мы за наращиваем вот здесь собирают то есть вот тут будет должно лечь шов до от наращивания значит откусываем где-то вот тут приблизительно сантиметр половина сантиметра берем трубочки кончики я обычно всегда трубочек срезаю вот чтобы ровненько наращивание ложилась опять таки так проглаживаю борозточки теперь у нас наращивание строго по стоечке за стоечкой вяжет продолжая плести и наращивание прячется за стойкой полетем веревочкой по кругу аккуратно все укладываем следите за тем чтобы расстояние между стоечками было одинаковое то есть равно удаленные друг от друга они были на то место где будет ложиться стоечка за взятом делайте заминку чтобы трубочка хорошо выжилась здесь уже наращиваю опять опять полимерный клей все это прям отлично дело ложится я положила листика в подложку чтобы наше плетение с обратной стороны не пачкалось было аккуратненьким чистеньким трубочки у меня обработаны пропиткой лак вода но нехорошо отлично держит форму скрутка полностью склеена и прям трубочки чудесно ведут плетение мне нравится не забывайте про этот этап не игнорируйте его то есть обязательно пропитывайте ваши трубочки обрабатывайте чтобы в процессе плетения никаких неприятностей не возникало умaaa идем дальше пока ничего необычного или сложных никаких элементов я добавлять не буду просто плетем по кругу такой блинчик я наверное буду делать двойные стойки сейчас к моменту когда у меня уже расстояние будет позволять я буду добавлять стоечки хотя посмотрим в общем по любому мне мои нынешние стойки надо будет наращивать потому что они не пойдут длины не хватит чтобы поднять их поэтому стоечки будем обязательно менять я наверное этот ряд проплету и буду менять стоечки чтобы чтобы они ушли плотно вошли ладно сейчас я ряд проплету посмотрю как буду действовать дальше здесь мне уже не хватит поэтому тут я до наращивая так что мы имеем так я где-то приблизительно будет вот такой вот наверное будет уже все это то есть через пару нет я наверное ряд до плиту добавлю стойки проплету еще пару рядочков и уже буду поднимать потому что я хочу чтобы у меня ведро ведро то есть это не будет прямое да а чтобы она немного расходилась увеличилась диаметре поэтому здесь мне надо будет то есть но относительно небольшое по диаметру а вот уже непосредственно стенки будут расширяться поэтому поэтому ряд доплетаем добавляем стойки проплету еще наверное ряда 2 чтобы эти стоечки укрепить и буду уже поднимать но стоечки я хочу добавлять то есть расширяя кармашек и не буду куда-то в стык сюда их добавлять я их буду действующим стойкам добавлять и там все мы дошли до первой строчки значит ну я делаю так я беру трубочки не увлажненные да то есть я их вот так подрезаю откусываю чтобы у него острый кончик чтобы было легче вставлять так вставляю наверное с правой стороны делаю кармашек ножничками туда куда трубочка у нас будет вставать и вставляю трубочку вот она туда легко заходит все итак расширяем справа от нашей стоечки и вставляем так итак меняюсь точки по кругу все добавляю точнее не меняю добавляю так обрезаем сразу подготовлю несколько чтобы потом не отвлекаться уже на такие моменты так и добавляю и добавляю так и и и и и и и и и у меня получается наша добавочная стойка у меня входит где-то на два рядка вперед на два ряда заходит и прям будет отлично 2-3 вида у меня трубочка уходит сюда 1 2 3 4 5 6 7 8 8 трубочек трубочки влажные они прям с такой натяжкой заходят с одной стороны они плотно садятся зато немного потрудиться но зато результат хороший как бы вот эту вот стоечку мы немного влево отодвигаем нашу и на ее место добавляем с правой стороны так все так конечно влажная бумага тяжелый материал для обрезки тяжело конечно режется бумага быстро лезвия прям чувствую как тупятся тупятся так и две последних вот сюда все значит я ввела дополнительные две да дополнительно вторую стойку то есть очень и облетаю теперь не одну а две стоечки укладываем здесь мне уже не хватит поэтому я наращиваю заранее так тут и вот здесь теперь еще здесь надо нарастить так 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 Так, разградили бороздка и сложили. И идем дальше. Такое солнышко получается. И смотрим, здесь мы уже опять наращиваем. Да? Да. Опять пришли к тому месту, где надо наращивать. Итак. Сюда, сюда. Так. 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 так вот ряд проплели и идем на второй ряд после второго ряда я буду поднимать стоечки итак я проплела еще один ряд подошла к тому месту где у меня помечена первая стоечка значит сейчас я смотрите вот у меня идет веревочка да та которая идет за стоечку сейчас она пойдет сюда я ее буду прятать вот таким образом сюда плетение а эту я уже непосредственно буду прятать слева от стоечки здесь мы должны врезать быстрый угол взять расширяю кармашек здесь вот место закладываю место закладываю место удобно хочется и вам показать и уложить хорошо сюда идет помогайте себе шилом ножницами чем вам удобно и не пользуйтесь так вот сюда теперь вторую нашу трубочку мы укладываем сюда да то есть раздвигаем кармашек прячем трубочку все трубочки теперь я буду поднимать свои стоечки веревочкой из трех для этого нам потребуется 3 трубочки и вот таким вот образом закладываем закладываем стоечку поднимаем берем следующую трубочку стоечку и третью трубочку и начинаем плести обычной веревочкой из трех то есть берем крайнюю левую заводим над двумя работами и прячем за следующие две пары эти две пары поднимаем наверх берем опять крайнюю крайнюю правую через две рабочие раз два раз два раз два раз два раз два сейчас не поймал где третье мое рабочее поднимало вот она вот Таким вот образом она ушла. Также берем на двумя, крайнюю до левую, на двумя и за стоечку, через третью, на третью стоечку. Опять крайнюю левую, на двумя рабочими и за третью стоечку, стоечку поднимаем и вот такими движениями по кругу у нас получается веревочка из трех. Так, теперь смотрю, у меня здесь уже не хватит для нее, поэтому я буду наращивать. Все то же самое, наращивание у нас идет за стоечкой, таким вот образом мы веревочкой из трех поднимем наши все стоечки. Попробую, да. Так, и продолжаем. Вот у нас наша. Видите, прям плотно, ровно, чтобы аккуратно ложилось. Так, смотрим. Следующую у нас тоже наращиваем, поэтому... И через одну тоже наращиваем. Так, сразу здесь срежу. Так. 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 И сюда. В принципе, здесь главное понять принцип плетения, да, веревочки из трех, дальше можете веревочка из четырех, из пяти, принцип тот же самый. Если у вас с веревочкой из четырех, то есть мы берем крайнюю левую, заводим над четырьмя рабочими и выводим за пятую стоечку. То же самое с пятью, с шестью. Тут главное понимать, что если вы придете прямую веревочку, да, не обратную, а прямую, то принцип одинаковый, сколько бы количество трубочек вы не взяли. Поэтому принцип один и тот же. Главное не запутаться и потом правильно закрыть ряды. Это основные моменты. Так. Так. У меня здесь уже идет, кончаются мои рабочие трубочки. Так. Сейчас я две заменю. Точнее наращу. Стенки я буду поднимать ситцем плетением. Вот так что здесь мы просто плетем веревочкой из трех по кругу. Вот так сейчас. Пойди сюда. Так. Так. Не забудьте пометить первую стоечку, от которой у вас пошло плетение. Так. Вот мы как раз к ней подошли. И теперь у нас мы будем закрывать ряд. Вот у нас первая трубочка пошла отсюда. Так. Как мы закрываем ряд? Что мы делаем? Так. Мы берем крайнюю правую, то есть не левую, как если бы мы плели, да, дальше. То есть если бы мы дальше плели, мы убрали вот эту трубочку над двумя и за третью стоечку. Так. Теперь, чтобы закрыть и стыковать ряд, мы берем крайнюю правую трубочку, отсчитываем раз, два, три, три ряда. и за третью. Так. Она у нас вот так стоит. И за третью стоечку. Так. Здесь я все ровно расправлю, чтобы оно такло хорошо. Так. Давайте. И за третью стоечку вот сюда вот мы ее выводим. Так. Теперь берем следующую. Также трубочку отсчитываем раз, два, два ряда. И за третью стоечку заводим. И крайнюю последнюю берем. Так. Здесь она у меня. Вот сюда. Чтобы она у меня ушла. Кончики прячу, чтобы они у меня в плетение ушли, и их не было видно. Так. Опять отсчитываем раз, два, две стоечки и за третью. Все. Ряд мы состыковали. То есть, если посмотреть с этой стороны, то вот тут у нас идет веревочка. Одна сплошная. Да. И три стоечки вот выходят на следующий ряд. Так. Итак, что мы делаем? Мы максимально плотно все подтягиваем. прячемся. Неровности какие-то. Плотно укладываем веревочку. Так. В принципе, дальше я, наверное, проплету веревочкой из двух, чтобы окончательно поднять ряды наши, ровно поставить такой незаметный. После этого или нет. Давайте, наверное, еще веревочкой из трех один ряд пройдемся. обычной, не обратной, самой обычной веревочкой из трех. Все то же самое. Я пройду все ряд и покажу, как это будет выглядеть. Итак. Я проплела еще один ряд веревочкой из двух и уже состыковала. Итак, что у нас получается? У нас получается вот такой вот рисунок. Вот такой вот канатик, жгутик. Как вы видите, все стоечки уже подняты. Так. Я одну трубочку, которая вот у меня, третья трубочка, шла вот сюда, да, выходила. Я ее оставляю назад. Вывожу. И дальше буду плести ситцем вдогонку. То есть, у меня остались две рабочие трубочки. Дальше я плету не веревочкой, а ситцем. Сначала одни, одной трубочкой рабочей. Затем другой. Он называется еще ситцем вдогонку. То есть, как бы одна трубочка догоняет другую. Вот таким вот образом. Здесь уже наращиваю. И вот так по спирали, по спирали. Я не стыкую ряд. То есть, когда идет ситец вдогонку, ряд я не стыкую. И по спирали плиту уже выбирая нужную форму, да, для себя. То есть, если это расширение, то потихонечку отвожу гудочки, да. Оттягиваю на себя и как бы расширяю, делаю такую небольшую воронку. Если сужать, то наоборот сужаете, тоже контролируйте натяжение именно в процессе плетения. Так, я вот здесь еще хочу немного подтянуть, поэтому я ситцем так ситец в натяжку плиту. То есть, вот так прижимаю пальцем, отвожу назад и как бы натягиваю трубочку. И вот таким вот образом, наращивая своевременно, я буду плести по кругу. Ряд я не стыкую, то есть вот плетем, плетем, плетем. Я вам покажу до того момента, как я буду наращивать вот эти вот стоечки. Итак, мы пошли к тому моменту, когда надо менять стоечки наши, которые были. Так как я плету ситцем, чтобы минимизировать шансы на некрасивое добавление рядов, я буду наращивать, наращивать наши стоечки. Так, вот здесь я подрезала. Теперь, что мы делаем? Беру стоечку, под острым углом ее срезаем. Вот так. Срезаем. Не повредите соседнюю стоечку, то есть срезайте аккуратно. Таким вот образом. Так. И вот так по кругу буду менять все наши стойки. Сейчас я все, все стоечки поменяю и покажу вам, как это будет выглядеть. Итак, я поменяла все стоечки. Теперь у меня двойные, полноценные, красивые, такие длинные стоечки. И вот таким ситцем буду плести по кругу. Я плету без формы, поэтому после каждого проплетенного ряда я обязательно все поправляю, разглаживаю, где-то подтягиваю, где-то наоборот. Сейчас я немного прижимаю, чтобы плетение было более плотное. То есть рядки друг к другу более плотно прижимались. Сейчас я проплету большую часть. И ситцем ничего абсолютно менять не буду, просто обычное плетение ситцем. Итак, я проплела вот несколько рядов. Теперь плела я вот обычным ситцем, да, то есть один через один вдогонку. Поэтому так, сейчас я что хочу делать? Я хочу начать делать ручки. Так, я хочу начать делать ручки, но ручки я хочу делать не простые, а как бы вот из плетения, да, то есть они будут вот так огибаться. То есть вот так сейчас пойдет дальше плетение у меня и сделаю ручки с двух сторон одинаковые. Так, что длина это? Так, сначала нам нужно нарастить струечки, точнее рабочие наши трубочки наращиваем. Итак, смотрю, первый виток пойдет сюда. Так, как мы будем делать? Я примеряюсь, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, наверное, вот так. Значит, где-то пять стоечек у меня это будет обхватывать. А вот это центральные две. То есть вот эти две центральные, я их прям вот так заумлю, чтобы не потерять. То есть ориентир у нас максимальная высота будет вот здесь. Для удобства вы можете вырезать трафарет какой-то, да, и подставить сюда. Но можете проверять линеечкой, можете, допустим, пальцем, да, или вот так двумя. То есть я буду проверять вот так на два пальца, мне будет достаточно высоты своей. Если нет, можете, допустим, на три, такую вот экстремальную, да, ручку. Ну, посмотрим сейчас как. Сначала наращу, а потом буду уже смотреть дальше. Поднимать, не поднимать, все это, в принципе, в процессе будет видно. Так. Что это Niñи? У нас это же тоже тоже. Так, нарастила. И теперь смотрю, да, потихонечку продолжаю плести ситцем. Здесь вот, конечно, проблема немножечко. Веревочкой, конечно, было бы лучше, но раз все плетение ситцем, попробую сделать это ситцем. Не получится, буду переплетать веревочкой. Так, то есть я сейчас так приблизительно уложила трубочки и смотрю, что у меня получилось, да, где-то подравниваю, где-то подтаскиваю, вот так подтягиваю. Смотрим, вот это у нас максимальная высота. Вот здесь уже так регулируем, да. Так, здесь у меня пошла ошибка. Я перекрутила, то есть веревочкой пошла плести. Ну, здесь трубочки прям так и, прям так и ложатся веревочкой. Не знаю, может веревочкой эти ручки проплести. Ну, давайте попробуем ситцем, раз уж начали. Итак, смотрим. Вот это у нас центральная, да, то есть максимально высокая точка самая. И смотрим дальше. Нижняя шла. Нижняя. Так. Сюда эту застойку, эту выпускаем, и эту застойку. То есть такую волну создаем, да, поднимаем опять-таки эту застойку. Вот я ситцем проплела. Смотрим. Раз, два, три, четыре. Да, то есть у меня получились как-то две высокие, да. Вот так. Вот проверяю. Два пальца мне достаточно. Высоты. Итак, все-таки вот эта центральная стойка будет самой высокой. Итого у меня задействовано раз, два, три, четыре, пять. Пять стойчек. Вот это самая высокая точка у меня. Проверяю. Два пальца поднятия высоты. В принципе, этого достаточно. Итак, что я делаю дальше? Дальше я сделаю наращивание. И буду плести дальше, да, то есть поднимаю приблизительно. Высоту мы теперь уже знаем нашу. Дальше будем плести и все подравнивать. Следить за высотой обязательно. Так. Наращивание также за стойкой. И плеем ситцем. Так. Все нарастила и теперь еще раз всю высоту перепроверяю. Дальше будем плести и все подниматься. Два пальца немного подтягиваю, то есть повыше. Это максимальная длина наша, высота точнее. Так, все. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Все на пятой спустилась наша волна. И дальше опять плетем ситцем. Так, здесь с этой стороны смотрим. Вот это у нас будет максимальная высота, да, максимальная стоечка с максимальной высотой на два пальца. То есть вот отсюда берем раз, два, три, четыре, пять. То есть вот здесь у меня осталось, да, муситец остановился. И здесь я уже опять иду на подъем. Смотрю, вот тут у меня будет в этом месте наращивание, поэтому я сразу его наращу. И приблизительно прикидываю, в каком месте у меня будет дальше. Вот здесь наращивание. Так, я сразу трубочки наращу, чтобы потом на это время не тратить, да. И, то есть, максимально контролируя рисунок и натяжение, чтобы не было такого, что я трубочки вложила, мне надо их наращивать. То есть опять я их вытаскиваю. И у меня опять все нужно будет заново укладывать. Поэтому я сделаю это заранее. Так. Одну. И вторую. Так, смотрим. Вот у меня это высокая часть. Раз, два, два, три, четыре, пять, да. Здесь у меня уже пошло. Сюда, сюда, сюда и сюда. Убираем. Так, вот так то есть. И сверху в догонку второй рабочей трубочкой догоняем наш первый ситец, да. Первую трубочку. Так, все, догнали. И теперь смотрю. Так. На противоположной стороне у нас вот эти стоечки. Значит, вот эта стоечка у меня центральная, остальные я под нее подравниваю. Так, здесь у меня уже ушло, поэтому тоже внимательно, аккуратненько подравниваю. Можете что-то подставить сюда по размеру такое, чтобы вот оно форму не теряло и держало. Конечно, если плести веревочкой, веревочкой оно удобнее будет. Оно как бы надежнее, что ли. Оно не смещается у вас, да. Так, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять стоечек. Здесь мы подняли. Или, допустим, спичечный коробок какой-то подставить. Тоже как вариант. Все, здесь я подняла. То есть, вот здесь у меня будут ручки. И дальше я продолжаю плести по кругу ситца. Поэтому я тут уже обозначила, где нужно поднимать, да. То есть, где подъем у меня идет. Просто контролирую высоту. И вовремя наращиваю. И так вот по кругу буду плести. Дальше уже до загибки. То есть, высота у меня будет, то есть, плетение у меня будет вот таким вот волнообразным, да. За счет, я не буду выравнивать. Мне нравится, что корзиночка будет немного неправильной формы. То есть, ну, такой не ровный, а волнообразный. Тоже такой шарм своеобразный, мне кажется, будет. Вот поэтому, ну, тут на любителя. Можете выравнивать потом. Я выравнивать не буду, мне нравится, что. Так. Так. Сюда. И сюда. Убираю свою. Так. И догонку закрываю. Плести меня, да. И извиняюсь. Дети разбуянились. Ай, ну, им там весело. Вот так. Длину контролирую, точнее, высоту контролирую пальцами, да. То есть, раз, все, подняла. И дальше смотрю. Здесь уже наращивание у меня должно идти. Наращиваю в этих местах. Так. Здесь откушится вот так. Тут у меня наращивание тоже за стойкой. Вот сюда уходит. Вот, то есть, таким образом я буду сейчас идти по кругу. Я покажу. И так, я проплела несколько рядов, да. То есть, подняла ручку. Вот. Контролирую высоту. Вот на два пальца. Где надо, я вот так вот с этой стороны, с этой стороны. То есть, создаю такую красивую волну, да. Из рук, из своего плетения. Здесь у меня 4 ряда проплетено. Раз, два, три, четыре, пять, да. И здесь у меня 4. Раз, два, три, четыре. Вот. Сейчас я буду здесь тоже. Ну, с этой стороны то же самое, да. То есть, контролирую. Ну, пока вот такой вот результат. То есть, в дальнейшем это будет, вот. Я думаю, здесь еще буквально один-два ряда. Наверное, даже один ряд двойной, да. Вот такой ситцем проплету. И уже будет загибка. Буду уже смотреть, какую загибку делать. Сейчас, так. Я, да, сейчас я наращу, чтобы на подъем там у меня не надо. Надо было наращивать на ручке нигде, чтобы следов не было видно. Так, здесь и вот здесь. Здесь я наращиваю. Так. Так. Не торопитесь. Срезайте вот эти кончики обязательно, чтобы наращивание было максимально аккуратным и с внутренней стороны смотрелось, чтобы все было опрятно. Обязательно контролируйте натяжение. Вот там, где стойка будет ложиться, немножко ногтем приломите. И тогда она уйдет за стойку, аккуратно у вас ляжет. Все. Вот здесь я ее фиксирую. Так. И вдогонку. Второй рабочей трубочкой иду вдогонку. Так. Вот здесь все. Здесь проплела. И теперь возвращаюсь. Смотрю. Чтобы на центральной стойке у меня была высота два пальца. И вот эти вот волны, да, подъемы сбоку, опускаю, чтобы она красиво создавалась, такая опрятная волна. Вот. Вообще, мне кажется, чтобы это эстетически красиво смотрелось, да, вот здесь мы подняли на два пальца. Значит, вот здесь ручка должна быть тоже на два пальца высота, да, вот так вот, то есть. Смотрю. Ну, если прям, чтобы совсем... Все было точно. Чтобы совсем все было точно, давайте измерим в сантиметрах, да. Смотрю. Так. Здесь у меня где-то три с половиной сантиметра. Здесь, да, еще один ряд нам надо будет проплести, чтобы это было одинаково. Значит, что это значит? Так, здесь я буду наращивать. Сюда и сюда. Еще один ряд проплету и уже пойду на загибку. Загибку я еще не определилась, какую делать сейчас по ходу. Посмотрю. Либо незаметную, то есть вровень какую-то такую максимально простенькую. Может быть, там, на два разгаза за два прута. Или валиком уплести. Мне кажется, валик будет грубовато смотреться. Я вообще хотела валиком, но что-то мне кажется, что классический такой валик, прям валик-валик, будет смотреться на этом плетине грубо. То есть он утяжелит. Хотя, возможно, создаст какую-то изюминку. Не знаю, надо смотреть. Сейчас я закончу плетение. И там уже буду дальше смотреть, ориентироваться. Так, вот здесь и в этом месте тоже уже наращивание пойдет. Вот эту мне трубочку состригаю, убираю. И сюда опять тоже идет трубочка. Так, здесь я свою наращу. Откусили кончики, добавили клей. И нарастили. Откладываю. Вот это, получается, последние рядки, которые идут на ручки. Дальше будет уже загибка идти. Наращивание надо убрать здесь. Нарастить точнее тут, чтобы это красиво смотрелось. Но наращивание всегда не экономьте. То есть не надо дожидаться до последнего, до момента прям скруточки. Видите, что у вас не хватит и будет видна скрутка? Лучше нарастите. Потому что вот так неопрятное наращивание очень сильно портит внешний вид корзинки. Имейте это в виду. И всегда лучше за время. Ну и извиняюсь, я к вам вернусь. Так, все в порядке. Все спасены. У меня есть одни детки дома. Поэтому, как я говорила, наращивайте заранее. То есть если видите, что вам не хватило, лучше нарастите, чем, там, не знаю, брешьте кусочек побольше, да? Такой, чем совсем маленький. И он потом вам испортит весь внешний вид. Так что имейте это в виду. Так. Не экономьте трубочки. Трубочки у нас расходный материал, поэтому... Лучше вы их больше потратите. Зато внешний вид будет красивее. Красивее, наверное, вы правильнее сказать. И так. Заранее нарастили. И продолжаем. Так. У меня это идет последнее мое поднятие. Так, здесь я уже тоже наращиваю. Вот так сюда. Наращивание ушей вы спрятала за стойку. Ну, все. Это у меня идет последний подъем. Да, такой. Все, сейчас я буду заканчивать плетение. И буду думать уже насчет забитки. Сюда. Сюда. Так. Так, свое плетение я буду прятать вот сюда, в эту стойку. И вот в эту. То есть, следующее у меня уйдет вот сюда. Поэтому сюда примеряю приблизительно сантиметр. Отрезаю. Давайте эту трубочку назад выберу, чтобы вам видно было, куда я ее спрячу. Итак. Вот здесь делаю кармашек. И прячу это все дело сзади стоечки. То есть, вот сюда. Оно отлично уходит. Садится. Прячется. Так, где-то тут у меня нормальная отверточка. Вот она. Так, вот сюда. Все. Вот так незаметно ряд ушел. Теперь делаем то же самое со второй нашей струечкой. То есть, вот сюда она пойдет прятаться. Я вот так пальчиком себе помогаю. Загнуть так, чтобы это было красиво, да? И, наверное, здесь я состригаю так, чтобы острый конец у меня, длинный конец точнее, скрутки был с этой стороны. То есть, вот так вот, чтобы не было видно белого нашего среза. Так, вот таки раздвигаю. Ну, здесь я уже отверточкой своей плоско раздвинула. И прячу. Вот он отлично сюда уходит. Я что-то делаю все в плетении. Вот так. Вот сюда. Все. Так, теперь смотрите. Мы закрыли ряды, да? То есть, здесь посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Десять рядов. И здесь проверяю количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять проверяю всю высоту полностью, да? То есть, вот здесь вот подставляю. И где надо опускаю. Здесь вот это поднимаю. Так, смотрю, что здесь. здесь надо не поднять тут у меня немножко просела поэтому смотрю два пальца сюда ставлю тут вначале опускаю середину держу в натяжении все вот такие у меня получились ручки то есть у меня ширина моих ручек ширина ручек равна высоте вот этого вот окошечка приблизительно я вымерял чтобы она была одинаковым то здесь смотрю у меня внутри 7 это и здесь у меня 37 отлично все и сейчас буду думать насчет загибки и так у меня корзинка моя простояла день стоечки все высохли поэтому здесь можно наблюдать такую радостную картину радужную радужную что я сделала то есть меня стоечки были полностью сухие я взяла кипяток набрала шприц и прям вот сюда вот укольчиком вела водичку в стоечку накрыла трубочкой они меня где-то мило 15-20 состояли так сейчас я буду плести я все-таки решила что буду плести розгу обычную наверное за два прута так вот эти строчки нам больше не нужны я их прямо обрезаю коротенько коротенько трубочки с крыльной что буду делать розгу за два прута это будет такая прям совсем легенькая загибочка аккуратненькая мне кажется в такую воздушную в такую корзинку она прям подойдет красиво смотреться стоечки прям в роли с нашим последним литком подрезаем коротенькие здесь проверяем пока еще изделия не загрунтована поэтому можно все подправить проверяйте и после грунтовки пока вот вы только загрунтовали до готовое изделие пока она не высохла также можно где-то что-то подправить подтянуть уложить это такой момент то есть как только грунтовка у вас высохнет все это будет один сплошной монолитный такой сплошная корзина до монолитное плетение то есть уже сложно будет что-то сдвинуть или поменять поэтому имейте это ввиду что если вы хотите что-то поменять переделать в корзине делайте это до момента грунтования так все я все стоечки обрезала коротенькие да они вам не пригодятся сейчас я буду делать загибку загибка у нас розга за два фута значит берем стоечки это не прям увлажнились хорошие такие мягкие были прямо полностью сухие высохли на день так значит заводим одну стоечку укладываем ровненько вторую стоечку здесь вот на такое вот приличное место освобожден как оставляем до чтобы наш конец плетения мы могли вот сюда его как бы достаточно просто вернуть теперь что делаем здесь не нравится как ложится теперь берем нижнюю левую заводим за за соседнюю сюда вот так то она у нас была снизу заводим ее за следующую свободную стоечку сразу подрезаем и закрываю соседней стоечкой вот так и закрываем так придавливают а прижимаю и повторяю то же самое нижнюю крайнюю левую я беру завожу за соседнюю стоечку вот сюда здесь подрезаем и накрываем и даже можно чуть чуть больше подрезать торчит и так берем стоечку короче подрезала чтобы ее совсем не было видно то есть пол сантиметра чтобы выглядывала за стоечку до этого будет вполне достаточно накрываем так вот здесь мне надо стоечку то есть вот так вот а да как вот да вот 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 Пол сантиметра, этого достаточно, чтобы вот оно зацепилось, не будет уже держаться. Так, и прижимаем. Вот так, все прижали, и на ногу мы пошли, стоечку. Здесь все. И вот таким вот способом я по всему, по всему, то есть вот с этой стороны, если вот так посмотреть, то вот здесь оно идет прямо вровень сплетения. Такая легкая загибочка красивая, прям ненавязчивая, мне нравится. Сюда, мне кажется, она очень-очень подходит. Трубочки прям очень хорошо увлажнились. Вот такие удобно ими работать. Послушные, податливые. Здесь прям совсем чуть-чуть. Накрываем. Мне вот это надо, мне очень нравится, как легла. Поэтому я вот так трубочку прям веду, веду, веду пальцем, чтобы она у нас как надо легла. Потому что она легла не очень. Плотный. Такой прям. Красивой волной. Так. Теперь следующую. Заводим. Здесь надо подрезать еще, потому что сильно торчит наружу кончик. Так. Вот здесь подрезали. Накрыли. И опять здесь. Подрезали. Накрыли. Накрываем. Смотрите. Получается у меня виточек идет, да. Вот стойка. Она не над, не в это, а параллельно. То есть я вкладываю трубочку именно параллельно. Вот так. Как бы прижимая одну стойку короткую, длинную, мы прижимаем ее вот к этой стоячей, да, вертикальной стойке. Теперь опять. Опять таким. Так. Здесь поднимаем. Опять. Ведем-ведем за стойку. Так. Тут подрезаем. И прикладываем. Так. Тут подрезаем. Сейчас я здесь еще удобно прям все положу, чтобы не было. чтобы оно плотно, красиво, ровно и легло. Так. Правила. подрезаем. Прижало. Подрезаем. И положим. Трубочку параллельно прижали от вертикальной струечки. Здесь сразу все подравниваете, укладываете, чтобы она ровненько ложилась, раз, газа, два, вот так, и накрываем. Так, здесь она легла, вот так. Здесь также подрезаем. Вообще разгад прям удивительная, загибка такая. Хочешь незаметную загибку какую-то аккуратную, бери разгуза два прута. Хочешь что-то невероятное, бери объемное, бери разгуза пять прутов, главное в порядке. То есть принцип, вот, разги один и тот же, да, то есть если у вас там разга за три, за четыре, за пять стойчат. Ну, то есть вы делаете то же самое, все, только увеличиваете количество стойчат. То есть от увеличения количества у вас будет зависеть объем вашей разги, да, то есть она прям будет, чем больше трубочек вы задействуете, тем она у вас будет объемнее и сложнее выглядеть, да, насыщение, так сказать. Поэтому, ну, тут дело вкуса, кому что как нравится, конечно, сказать однозначно, что вот это the best, только так, никак иначе, это, конечно, в области все кому как нравится. Смотрите, главное, чтобы трубочки у нас параллельно шли друг к другу. Тогда вот такой сверху красивый двойной рисунок получается, да, очень-очень-очень. Так мы уже подходим к началу, сейчас будем закрывать нашу разгулку. Так, накрываем. Тут уже подсыхает под конец, конечно, стойчики уже прям чувствуются, что они такие уже туговастенькие начинаются идти. То есть если вначале они прям, прям по маслу, то сейчас уже так не скажешь. Так, теперь дальше смотрим по рисунку, да, то есть мы сейчас будем закрывать, у меня последняя стойчка, да, осталась одна. Так, вот представим, да, здесь мы должны закрыть вот сюда, закрыть и обрезать, да, то есть если бы здесь стояла стойка, мы бы сейчас эти вот две и за стойку вот нашу нижнюю вывели, иначе так и делаем. Я поэтому говорила, что нужно место оставлять, чтобы было удобно прятать, да, значит, здесь мы... Я пока этот кончик трогать не буду, чтобы он ничего не вылетело. Так, вот здесь что-то мне кажется, что здесь у меня большой лимочек торчит, подрежу-ка я его. Нижняя трубочка не хочет ложиться нормально. И так, все нормально. Заводим за первую, то есть вот здесь мы обрезаем и вот этой прижимаем. С этой частью мы разобрались. Укладывайте прям, оттягивайте, укладывайте, разравнивайте, чтобы это было все красиво, да. Теперь смотрим по рисунку нижняя. Накрываем и... И пошла вот сюда, да, тоже. То есть вот в это место. Сверху очень хорошо видно, куда по рисунку должна идти стоечка. Вот у нас одна. Вот эту стоечку мы сейчас должны уложить вот сюда, между этих двух. Здесь немножко прогибаю ее, проминаю, протягиваю, чтобы она хорошо легла, да. Так. В этом месте тоже все обрезаем. Хорошо. Подтягиваем. И вот здесь будет идти закрытие. Дальше смотрим, куда у нас по рисунку должно быть. То есть наша вот эта палочка должна, да, в нашу стоечку лечь вот под вот эти две. То есть вот сюда. Да. Вот. Давайте я вам покажу. То есть вот сюда вот она должна лечь. Вот сюда уходит она. Все. У нас рисунок состыковался. Мы ее подрезаем максимально, коротко. Все. Ее не видно. Вот такая вот загибка, достаточно простая, но я думаю смотрится хорошо для такой корзинки. Вот такая корзиночка. Так. Теперь что делаем с высотой? Опять все разравниваем. Здесь везде, где надо, подтягиваем, чтобы это все смотрелось прям красиво, аккуратно. Так. Где-то прижимаете, где-то выравниваете, где-то наоборот, если надо, распустите, да, где-то ослабьте. Ну, в общем, придайте, наведите лоску, так сказать. Чтобы это все было красиво, аккуратно. Так. Вот сюда. Так, теперь у меня вот снизу осталась такая рабочая трубочка. Я ее аккуратненько подрежу. Так. Куда ее запрятать? Я ее подрезала. И сейчас я ее посмотрю, куда запрятать. Я ее, наверное, вот сюда. Вот в этот кармашки я ее спрячу. и убираю. Прячем плетение. Все. С этой стороны не видно. Все. Отлично. Вот такая корзиночка у меня получилась. То есть тут вот такие вот ручки. По-моему, очень-очень. Симпатичные такие ушки. Она небольшая, но прям вместительная. Я думаю, сюда очень много чего можно полезного положить. На кухне такая штука всегда пригодится. То есть и хлеб, допустим, да, или овощи очень красиво. Или фрукты хранить, как фруктовница. Прямо будет то, что надо. Можно, конечно, и цветы на подарок. Да, сюда, допустим, какую-то губку флористическую. И составить букет и подарить. То есть, ну, прям будет очень необычный, красивый, запоминающийся подарок. Ну вот, попробуйте сплетите сами и радуйтесь. Сейчас я буду ее грунтовать, а потом лакировать. Вот такая вот замечательная корзиночка. Прям прелестная. Мне очень нравится. Такой с загибкой, с рогой за два прута. Прям. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, я вам обязательно отвечу. Если что-то непонятно, объясню. Пробуйте, экспериментируйте. Всем пока-пока. Пока. 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 Пока.